Продолжение следует... Продолженность силы и ускорения, да, в самом коротком варианте, да, и получается, что он говорит о величине и о направлении, то есть у нас вдоль одной прямой направлены векторы силы и ускорения, то есть второй закон Ньютона устанавливает пропорциональность. Сила и ускорение, то есть мы пишем сила, коэффициент пропорциональности, да, в общем случае, на массу, на ускорение, да. Ну и, да, в случае, если мы выберем, что на, да, что если у нас ускорение один метр в секунду, масса один килограмм, сила один Ньютон, в системе СИ мы работаем, тогда коэффициент пропорциональности будет тождественно равным единице. Да, это один способ формулировки второго закона Ньютона, да, и вот мы с вами здесь находимся, мы закончили с массой и с введением силы. И давайте смотреть на формулировочку Ньютона, да, которая говорит о пропорциональности силы и ускорения. Значит, исключительно полезно по сравнению вот с этой формулировкой через силы и ускорения. Для задач, да, важно, важно понимать, что это изменение количества движений. Здесь формулировку давайте запишем, что изменение количества движений, вот наряду с этой, изменение количества движений, через количество движений пишем второй закон. Изменение количества движения, то есть МВ, да, импульса, количество движения, изменение количества движения, пропорционально приложенной движущейся силе, да, вот тут точно надо постараться, пропорционально приложенной, заодно входим в рабочий режим, движущейся силе, движущей силе, и происходит, происходит вдоль прямой, вдоль прямой, вдоль которой эта сила действует. Это сила действует, и мы запишем так, векторно, значит, да, что у нас такое изменение количества движения. Это дифференциал, пишем от МВ, и будет Ф, да, на ДТ, то есть вот такая формулировка второго закона важна в задачах. Когда вам говорится, да, вы сами понимаете, что таких задач, да, существует немало, когда у нас есть некий промежуток времени, в течение которого действует сила, мы можем сказать, что этот промежуток мал, да, со всеми вытекающими последствиями, либо велик, и, да, усреднить силу по этому промежутку, найти среднюю силу действующую. Поэтому вот такая формулировка через количество движения, да, которое изменяется по направлению действующей силы, она практически важна. Так, и отсюда, да, сразу, в билетах будет вопрос короткий, да, но важный, значит, прямая обратная задача механики. Значит, прямая, сразу, да, в связи со вторым законом, прямая задача механики, прямая задача механики. Вы как, да, грамотные, да, специалисты должны четко это идентифицировать, да, что такое прямая обратная задача механики. Значит, когда у нас есть сила, да, смотрим на закон Ньютона второй, когда у нас есть сила и масса, что это такое? Да, но, да, сила масса, сила F, да, равнодействующая всех сил, неважно, масса M в общем виде, говорим. И начальные условия, V0, X0, найти закон движения, найти закон движения, и мы находимся в детерминированной ньютоновской механике. Закон движения, то есть, да, что такое? X от T, ну, соответственно, X точкой от T, X двумя точками от T, да, это прямая задача механики и обратная задача механики. Ну, прямая, да, примеров у нас в голове сразу, да, достаточное количество, а обратная задача механики. Есть ускорение, которое мы видим, да, из траектории, из кинематики. Есть ускорение и определить силы, действующие на тело. Да, но. Ускорение, масса дана, потому что нам важен коэффициент пропорциональности, да, мы теперь понимаем точно, какое у нас место массы. Масса V0, X0 даны нам тоже, да, и определить силы, действующие на точку на тело, определить, определить силы. И, да, самый простой пример вот такой обратной задачи, да, вот, например, мы знаем, машину смотрим сверху, да, как машина входит в поворот на траекторию машинки. Да, мы точно знаем, что она у нас должна войти в поворот, то есть, да, чтобы нам обеспечить, значит, ее, да, вот машинка видит сверху, колес не видно, ну, допустим, трактор. Да, значит, мы точно знаем, что есть центростремительное ускорение, да, и мы ищем, да, откуда оно взялось. Ну, и тут понимаем, что у нас должно быть вот в эту сторону, да, направлена быть реакция опоры, да, горизонтальная, да, фактически у нас в целом будет нормальная и горизонтальная, соответственно, реакция опоры, ну, фактически трение и нормальная реакция. И вот оно, да, обеспечивает нам сцепление, держит машину в повороте. Ну, и дальше мы знаем все, да, что если лед, значит, у нас не получится ничего, мы будем проскальзывать по скорости и в поворот не войдем, потому что недостаточно будет сцепления. Вот это пример определения сил по вот известной траектории ускорения, то есть это обратная задача. Все, со вторым законом Ньютона определились. Третий закон. Мы с вами видели отличный опыт с весами, где внутренние силы, да, не увеличивали нагрузку на весы, а внешне увеличивали, и вот внутренние силы описываются как раз третьим законом, поэтому он нам исключительно важен для задач и так далее. Далее смотрим формулировку, да, ну, практически в оригинале в переводе, да, нашего действия, значит, равно противодействию, вот, и, но это формулировка, ну, как бы для общей эрудиции, а вообще, когда говорим о третьем законе, мы тут же Ньютона, Угу. Так, а вообще, когда говорим о третьем законе, у нас с вами пять пунктов сразу, и эти пять пунктов должны быть железобетонно вами проверены. Значит, первый пункт. Силы возникают парами, пишем. Это то, что на практике силы возникают парами, парами, и, да, тут фактически что мы подразумеваем? Они приложены к разным телам, приложены к разным телам в третьем законе. Силы действуют вдоль одной прямой. Номер три, и считаем эти пункты, да, они противоположны по направлению. Противоположны по направлению. Силы равны по модулю. Равны по модулю, да, но все время не забываем, первый пункт приложены к разным телам. Равны по модулю. Последнее, это силы одной природы. Силы одной природы. Вот сразу как третий закон вас спрашивают, фактически, да, говорим, что у каждого действия, да, есть равное, да, ему противоположное по направлению. А на самом деле, вот по существу и для практических задач перечисляем пять пунктов, да, и считаем. Силы возникают парами, приложены к разным телам вдоль одной прямой, равны по модулю, противоположным по направлению силы одной природы. И всегда до пяти. Третий закон Ньютона, это пять пунктов. Значит, да, и пример прекрасный. И вот Ирина Валентиновна нам показывала с весами, да, внутренние силы и внешние силы, внутренние силы по третьему закону Ньютона. Пробирка давила на штатив, а штатив, значит, давил на чашу весов, да, а пробирка становилась легче за счет силы Архимеда. Ну и по кругу, да, вспоминаем этот рисуночек, его, значит, воспроизводим себе, если что-то забыли. Так, дальше у нас, да, по нашему плану. Это есть различные силы, примеры различных сил мы с вами сегодня, да, рассматриваем. И давайте закон тяготения, да, должно быть вам хорошо известно, значит, как мы ставим с вами закон всемирного тяготения, как мы ставим здесь задачи. И что мы здесь самое главное должны знать. Значит, мы должны знать троих, да, людей, которые работали, это Коперник, Галилей и Ньютон, да, над этим. Законом и Кеплер, естественно, да, извините, Коперник, Кеплер и Ньютон. И законы Кеплера. Первый закон Кеплера. Все планеты движутся, да, по орбитам эллиптическим. В фокусе этих эллиптических орбит в одном из фокусов находится Солнце. И мы эти орбиты обозначаем. Полуось, большая эллипса, будет равна А, буковке А. Малая полуось, это буква Б. Малая полуось, буква Б. Вот здесь у нас есть точка М, текущее положение на орбите. Орбиты в основном в Солнечной системе близки к круговым, но мы с вами должны в общем случае их резовать. Это есть радиус-вектор, да, до одного положения, до другого и так далее, да. Вот, есть вот это расстояние между фокусами С. С квадрат равно А квадрат минус Б квадрат. У нас с вами есть уравнение эллипса Х в квадрате на А в квадрате плюс У в квадрате на Б в квадрате. Равно единице, но это означает, что у нас Х и У меняются по гармоническому закону, по синусу и косинусу. И с различными амплитудами, да, можно так описать траекторию. Вот, и, да, еще раз первый закон Кеплера, что планеты движутся по эллиптическим орбитам в одном из фокусов, в которых находится Солнце. Значит, второй закон Кеплера. Второй закон Кеплера. Определяем радиус-вектор. Что такое радиус-вектор, да, у нас будет? Начало радиус-вектора, вот когда мы говорим, да, о законе всемирного тяготения, о законах Кеплера. Начало находится в Солнце, и конец находится в точке, где находится планета. Солнце-планета. Солнце-планета. Вот как мы определяем радиус-вектор, да, ну и можно тут наш эллипс еще раз, значит, повторить, да, который, да, больше, ближе к окружности, чем мы первый раз нарисовали. Ну, значит, все-таки помним, что это у нас эллиптическая орбита, да, Солнце-планета. Так вот, второй закон Кеплера гласит, что за разные промежутки времени вот эти вот площади, заметаемые, заметаемые, есть такое слово, да, Этими радиус-вектором, площадь, заметаемая радиус-вектором, различна, а за одинаковое время площадь заметается одинаковая. Ну и давайте на эллипсе это, да, еще посмотрим, как это может быть, чтобы утрировать эту ситуацию, да. Вот у нас одна площадь, да, заметается, вот другая площадь заметается. Вот так вот, да, они, да, эти фигуры не равны друг другу, да, а площади одинаковые, если время ДТ1 равно ДТ2, соответственно, С1 равно С2. С1, С2. Если ДТ1 равно ДТ2, то С1 равно С2. Это второй закон Кеплера о площадях. Полностью расчеты орбит вы будете проходить в курсе теоретической механики. Это, кому интересно, может сейчас посмотреть лучше всего в книге Ольховского эти орбиты рассчитаны, мне так кажется, но Ольховский. Курс теоретической механики, да. Следующий закон Кеплера, да, следующий закон Кеплера, это есть отношение квадратов периодов вращения, да, планет Солнечной системы равно отношению кубов полуосей. Значит, квадраты периодов, Т1 в квадрате, Т2 в квадрате равно кубы полуосей. И это равно Константе. И эта Константа, да, определена для Солнечной системы, была и она является критически важной для, вот, вывода, да, фактически закона всемирного тяготения в том виде, в котором мы его знаем. Ну, давайте, да, быстренько посмотрим, знаешь, как нам из этого соотношения получить закон всемирного тяготения, а мы делаем следующее, да. Мы пишем, что центростремительное ускорение на орбите нашей, да, смотря вон на ту орбиту, есть Омега в квадрате умножить на R, да, на радиус. Значит, вместо Омега в квадрате подставляем период, это будет так, значит, центростремительное ускорение, 2П на Т, период мы знаем, да, вращение вокруг Солнца, 2П на Т на R. И мы получили квадрат периода, да, и мы заменяем его на константу, вот, из этого соотношения деленное константу на, соответственно, куб, какую-то константу, да, вы можете проверить, константу на куб орбиты. Орбиты и подставляем сюда, значит, что мы тогда имеем, что центростремительное ускорение, это есть у нас 2П в квадрате тоже пойдет в константу, у нас есть константа на квадрат радиус вектора, да, фактически на радиус орбиты. А дальше какая задача? А дальше задача на опыте, да, и зная орбиты и периоды для всех планет системы, за которыми можно наблюдать, да, дальше задача найти эту константу, да, и написать закон взаимодействия сил. Значит, что мы дальше делаем, да? Дальше делаем, вспоминаем, да, второй закон Ньютона, значит, слева добавляем массу, какую массу, да, а ту, на которую силы действуют, значит, это масса планеты должна быть, да, чтобы нам понимать, как мы строим этот закон. Значит, константа была отсюда, r квадрат оставили, и тут добавляем массу планеты. А дальше, да, а дальше мы знаем, что получается. Дальше мы знаем, что сюда входит, поскольку это величина, характерная для Солнечной системы, это есть радиус орбиты, масса Солнца, поскольку мы в Солнечной системе, и еще остается место для одной постоянной. Ну и сравниваем, значит, с формулировкой закона, который мы знаем, значит, что у нас осталось, что у нас здесь получается. Гравитационная постоянная, так, на массу Солнца, на радиус орбиты Солнечной, ну давайте r квадрат оставим, и на массу планеты. Да, и вот у нас получилась, вот у нас получилась та константа, да, которая для Солнечной системы, то есть гравитационная постоянная, 6,67 на 10 минус 11, и размерность у нее пишем ньютон умножить на метр в квадрате, делить на килограмм в квадрате, да, гравитационная постоянная. И наш закон семирного тяготения в скалярном виде написан, величину силы мы посчитали, 6,67, это г я написала, да, вот сюда, 6,67 на 10 минус 11, ну вам должно быть это хорошо знакомо, поэтому легко различить, и даже если у меня где-то там линия наехала на эту же большое, да. Значит, получается у нас следующее, скаляр мы вывели с вами, и для задач нам важна векторная формулировка этого закона, и важно, куда будут направлены наши вектора. Да, значит, ставим минус здесь, ставим гравитационную постоянную, да, массу Солнца давайте, в общем, да, на массу 1 заменим, масса 1 это Солнце, масса 2 планета, здесь делим на радиус-вектор, направленный от Солнца к планете, в кубе, и здесь, это будет уже радиус-вектор, вектор, и здесь будет этот же радиус-вектор, векторная величина. Вот в таком виде мы запишем с вами этот закон, да, либо можно, сохранив квадрат, да, еще можно написать в виде единичного вектора, да, чтобы у нас остался с вами квадрат в знаменателе, и единичный вектор, и единичный вектор, на который, да, мы умножим, чтобы у нас векторные величины, да, было понятно, что мы вот умножили на этот R1,2 исключительно, чтобы показать, куда эта сила направлена. Вот в таком виде можно также это записать, да, значит, здесь квадрат, здесь еще один, и это есть единичный вектор, направленный куда? Направленный от Солнца, да, к планете, а поскольку у нас притяжение, да, у нас с вами, значит, давайте теперь со знаками разберемся и с обозначениями. У нас есть один, да, Солнце, есть два, наша планета, есть R1,2, проверим, правильно мы знак ли, да, написали в этом случае. Значит, у нас есть радиус-вектор вот такой, R1,2, да, если мы так пишем. Значит, а теперь сила у нас куда направлена? Со стороны Солнца, да, которое действует на планету. Правильно ли у нас стоит знак? Точно, значит, давайте себя проверяем. Да, знак стоит правильный, потому что сила действует вот сюда, в противоположном направлении. Значит, это у нас сила со стороны Солнца на планету. Ну и нам в самом ближайшем времени для всех, для понимания потенциальной энергии и вывода работы, и вот в такой векторной формулировке нужен будет все время, да, этот закон всемирного тяготения. Если кто-то, да, уже видит то же самое, фактически в таком же виде записывается закон Кулона, да, там со знаками только нужно быть внимательным, да, и мы с вами это сделали, да, записали закон всемирного тяготения. Ну давайте еще разочек, значит, посмотрим, значит, что мы сделали, да, три формулировочки, да, мы с вами прошли, да, можно использовать слово «заметает», можно описывать равные площади, да, кому как легче по-разному бывает у вас, да, как вам говорили, смотря в школе и в других местах, где вы учились. Значит, это три закона мы сделали, вот эту важнейшую, значит, формулировку квадрата периодов кубы полуосей сделали и провели вывод, да, такой простой, да, используя константу постоянную для Солнечной системы, сделали вот такую вот, да, подстановку константы и определили гравитационную, определили, да, использовали вот эту вот массу домножили и использовали подстановку вместо константы гравитационной постоянной. Сделали, да, получили силу в скалярном выражении, да, пока знака не знаем, а потом домножили фактически на единичный вектор, который нам будет определять, что сила направлена у нас в сторону Солнца, все, да, и вот у нас нам на память, значит, вектора этих сил, пусть они с нами пока, значит, останутся. А мы двигаемся дальше, мы с вами должны следующие силы разобрать, да, пример сил, это есть силы трения, сухого трения тоже все вам отлично знакомо, мы вам с вами только все суммируем, да, это есть закон Амантона Кулона. И там, когда этот закон формулируем, значит, в нем тоже есть три, да, главных пункта, ну, мы говорим, что у нас, значит, действует сила сухого трения, да, закон Амантона Кулона про что? Про силу сухого трения, да, можно себе представить такие, да, два брусочка, да, или брусочек и плоскость, можно себе представить, вот где они соприкасаются, в местах соприкосновения, такие зазубринки, да, и микронного, да, размера, может быть, меньше, в любом случае у нас никогда не будет идеальная поверхность, никогда в жизни. И вот эти размеры примерно, ну, для обычных тел около до 50 микрон, такие области, да, и торчат навстречу такие зубчики, цепляются, и мы имеем трение и так далее, да, все, ну, понимаем. И, значит, этот закон Амантона Кулона, он, три у нас пункта, да, должны быть с вами. Значит, первое, есть трение покоя, то есть нам нужно приложить силу, чтобы сдвинуть брусок с места. Так вот, первое, значит, да, это сила трения покоя, она больше нуля, но меньше или равно максимальной силе, некоторой, да, меньше или равно, некоторой максимальной силе, ну, которую, да, мы знаем с вами как мео-коэффициент трения на реакцию опоры, да, бывает такая, но, как бы, да, можно, да, бывают, могут быть и другие варианты и так далее, да, значит, но вот примерно мы ее знаем, пока давайте так писать. Дальше, пункт второй, у нас сила трения скольжения, мы так будем считать в задачах, если другого будет не сказано, да, сейчас я вам покажу пример реальный, где, ну, он заставляет задуматься о том, о том, как на самом деле начинается движение, когда у нас две поверхности трущиеся соприкасаются. Значит, у нас сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя, да, СК, значит, это у нас скольжение, скольжение, это будет максимальная сила трения покоя, которая у нас в первом пункте обозначена, и третий пункт, да, который мы должны при формулировке закона не забывать, это то, что у нас сила трения направлена обратно скорости, значит, теперь по направлению, значит, сила трения скольжения, она вдоль прямой со скоростью и ей противоположно направлена. Значит, вот у нас комплект наш, да, мы систематизировали, да, то, что мы знаем с вами про трение, и мы с вами будем смотреть трибометр, вообще наука о трении есть, трибология, да, трибометр, прибор, который нам Марина Валентиновна покажет, и здесь тоже вы должны будете обратить внимание на то, да, что у нас трение будет не зависеть от, не зависит ни от площади, ни от массы, да, в этом случае, потому что мы знаем с вами комплект, комплект до уравнений, связанных с углом до наклонной плоскости коэффициентом трения и МЖ, и у нас замечательно, если мы правильно все напишем, да, здесь мы угол альфа обозначим, здесь мы обозначим нормальную реакцию, да, здесь мы обозначим МЖ, да, здесь мы обозначим вот эту вот проекцию, значит, на горизонтальную вертикальную ось, вот, и тогда у нас с вами получается, что сила трения равно мю Н, Н, Н равно у нас МЖ на косинус альфа, сила трения есть мю МЖ косинус, мю МЖ косинус альфа, трение мю Н мы написали, МЖ косинус альфа написали, так, и у нас что с вами получается, а вниз проекция МЖ синус альфа, МЖ синус альфа, когда у нас равномерное прямолинейное движение равно силы трения, да, и вот эту, значит, комбинацию эту зная, мы получаем, что мю есть у нас коэффициент трения тангенс альфа, не зависящий ни от площади, ни от массы, да, ни от чего, кроме, кроме вот этого угла наклона, да, мы можем найти, да, какая у нас, какой у нас коэффициент трения, используя равномерное прямолинейное движение при определенном заданном угле, то есть, меняя угол вот этого прибора-требометра, оказывается возможным расчет этой силы трения. Значит, следующий важнейший, связанный с трением, момент, который в стрелочных приборах дает погрешность, и вон у вас перед глазами эта модель, да, две пружинки и грузик, я сейчас ее нарисую, вы ее, значит, узнаете, вон она там стоит около маятника, да, смотрим, значит, на что с вами есть две пружинки, вот здесь вот грузик и еще одна пружинка, значит, что мы здесь должны наблюдать, да, это есть явление застоя, демонстрация явления застоя, и есть некоторая область, да, где вот эти силы упругости будут малые, и фактически, да, поскольку у нас есть реальный грузик, который здесь колеблется, если его вывести из положения равновесия, и реальная поверхность с трением, по которой он скользит, получится, что сила, которая тянет его, да, горизонтально здесь, будет сравнима с силой трения покоя в этом, в этом как бы небольшом диапазоне, и в зависимости от начальных условий, в зависимости от начальных условий, грузик может остановиться в любом месте, не обязательно в положении равновесия, а вот в пределах вот этих квадратных скобочек, которыми я выделила, выделила вот это, скажем так, да, место погрешности, да, и здесь он может здесь застыть, здесь или здесь, в любом месте, таким образом, что горизонтальной составляющей силы упругости будет недостаточно для смещения, до смещения его и обеспечения скольжения, вот что есть такое явление застоя в стрелочных приборах, почему, а потому что у нас каким-то образом должно натяжение пружинок из-за, например, да, преобразование электрического сигнала, да, в механический сместится, да, и будет стрелочка не точно на том положении, в котором должна быть в соответствии с током, а где-то вот посередине между делениями может застыть, из-за того, что застынет, да, в этом где-то здесь вот грузик, да, и можно прям, да, стукнуть, щелкнуть по стеклу или встряхнуть, значит, этот стрелочный старенький приборчик, и тогда будет выведено из положения, из положения, где у нас, да, велика сила трения покоя, это наша стрелочка, да, Ирина Валентин нам это на практике покажет, а вы будете уже иметь схемочку такого себе эксперимента и пример явления застоя. Значит, дальше что еще мы должны про силу трения с вами, про силу трения, что мы должны знать с вами, и это следующая вещь, да, у нас всегда, если есть скорость, у нас сила трения, да, наша иллюстрация, или есть скорость отрицательна, сила трения положительна, да, скорость положительна, сила трения отрицательна. Вот через ноль мы, как только по скорости переходим, мы, да, должны вверх-вниз, значит, по осям этой силы двигаться от плюса к минусу, да, это у нас ноль здесь с вами. Так, и еще, что должны добавить, это силу вязкого трения, которую мы будем с вами рассматривать позже, вместо, вместе с механикой сплошной среды уже ближе к декабрю, но и сейчас вам могут попасться такие задачи, то есть это сила вязкого трения, сила вязкого трения, которая возникает, да, при обтекании объектов в сплошной среде, да, сразу самое простое, это парашютист, да, самое простое, это парашютист, нам вспоминается, и все падающие свободно в атмосфере жидкости объекты, и у нас есть два выражения таких, это при небольших скоростях, вот у нас сила трения пропорциональна коэффициенту вязкости, коэффициент вязкости, вязкости, да, при небольших скоростях у нас сила пропорциональна скорости и противоположной ней направлена, а если у нас уже большие скорости, для парашютистов справедливо следующее выражение будет, это будет v квадрат, ну и для больших скоростей, любых в воздухе, не обязательно парашютистов, это пули, ну и дальше уже домыслите, и опять мы вот это используем, запись единичного вектора, который определяет нам направление скорости, да, и у нас сила трения, видите, направлена против скорости, вот в скобочках взят единичный вектор, отношение вектора скорости к сколяру, ну можно вот так сделать, отношение вектора скорости к сколяру, ну и здесь можно тоже вот так вот скорость взять, как вектор в квадрате, и это у нас будет сила вязкого трения, и чтобы чуть-чуть понять, да, как она будет у нас работать, ну можно посмотреть, что будет при прыжке с парашютом, да, кино, можно посмотреть, а мы с вами нарисуем, да, нам нужно количественное описание, мы с вами рисуем график, мы с вами рисуем график скорости парашютиста, примерный, качественный, да, точно мы не можем нарисовать, да, потому что сложным образом меняется скорость в зависимости от времени, 0 это момент прыжка с парашютом, дальше скорость нарастает, дальше скорость нарастает, в какой-то момент начинает медленнее, чем квадратично нарастать, выходит примерно на 54 метра в секунду, да, около, там, ближе к 150 и больше километров в час, 54 метра в секунду, это без парашюта падение, и, да, благодаря вот этой величине, КВ-квадрат, у нас начинается область равномерного прямолинейного движения парашютиста, но при огромной скорости, при которой никак приземляться не стоит, да, и дальше, да, вот он момент, когда выдергивают парашют, ну и падение в идеале, да, до 5 метров в секунду должно быть, где-то так, приземление с 5 метрами в секунду, ну и поэтому приблизительно качество, вот у нас есть вторая скорость, да, после того, как открыли парашют, ускорение, ну и там, ближе к земле, стабилизируется скорость с парашютом, да, должна быть 5, около 5 метров в секунду, и, естественно, да, есть ряд участков, где квадратичная вот эта зависимость справедлива, нужно учесть там обтекание, форму, форму, сначала форму тела, да, правильно ли застабилизировался, нет, потом, значит, все коэффициенты, связанные с парашютом и так далее, ну и вот это есть такое, да, значит, я его прям по-английски напишу, потому что кино такое есть, terminal velocity, да, вот, и вот это есть, это terminal velocity, она для парашютиста бывает сначала большая без парашюта, а потом своя terminal velocity с парашютом, то есть это скорость равномерного движения, ну, да, предельная скорость, ну, да, правильно ее назвать, это скорость равномерного движения, когда силы вязкого трения уравновесили нам силу тяготения. Значит, сделали мы с вами закон всемирного тяготения, сделали мы с вами трение, вот, и, да, давайте про трение еще реальную картинку посмотрим. Значит, что можно сделать? Можно сделать очень простой опыт, взять динамометр, это фактически динамометр, который к компьютеру прикрепляется, и можно от времени мерить силу, да, я его показываю потому, что сейчас, как, да, на практикуме будет график зависимости силы от времени, да, для вот такой совершенно простого бруска весом 1,8 килограмм лежащим, на какой-то шероховатой поверхности, без наклонной плоскости, да, будем спокойненько тянуть вот этим динамометром, будем тянуть этот грузик и посмотрим на реальную зависимость, да, с трением, смотрите, какая она ужасная, да, она ужасная, но тут опытный глаз, кстати, сразу должен кое-что подмечать, да, насчет, да, значит, отклонения от нуля, а дальше вот, смотрите, что происходит, скорости вот все это время, да, вот этот вот брусочек не движется, аж 2 секунды, да, он довольно прилично весит, 1,8 килограмм, вот вы его тащите, а он не сдвигается, то есть вот этот весь участок, который мы, когда законом Антона Кулона, да, который мы прекрасно из школы знаем обозначили, это тот участок, где трение, да, то есть сила тяги меньше сила трения покоя, и мы тянем, а у нас, значит, она нарастает до предела, ну, давайте на этом прервемся и продолжим после, значит, смотрите, внимание, как настоящее трение покоя, трение скольжения, да, реализуется, вот она как бы правда, на самом простом бруске, то есть вы тянете, тянете, да, тянете, вот сначала тянули, просто тянем брусок за динамометр, буквально там без мен, все что угодно, самый простой вариант, просто это со цифровкой данных, да, в компьютер идут данные попутно, тянем, 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 ничего нет, у здесь пошла, да, значит, пренебрежима мала, то есть не детектируется на этом, потом увеличивается сила до момента начала скольжения, вот она максимальная есть, мы еще не двигались, и вот смотрите, мы преодолели вот этот порожек, и поехали, вот какая, да, как бы какой вот здесь вот скачок, аж в ньютон, да, в 100 грамм, да, практически скачок в ньютон, понимаете, да, то есть это очень серьезно, то есть вот у нас фактически, да, когда занимаются таким для реальных вещей трением, разделяют статический, коэффициент статического трения, вот он максимальный, да, вот здесь вот, и он больше, чем коэффициент динамического, то есть коэффициент статического скольжения, вообще говоря, да, но в задачах мы что делаем, вот в ваших, мы разберем и говорим, что вот мы вот так вот все вот сюда скольжение у нас переехало сюда, и это есть максимальная сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя, да, но реальную ситуацию на самом простом бруске, да, нужно знать, давайте посмотрим, значит, все, да, как бы у нас здесь вообще с точки зрения, да, глянем, мы же уже на практику, мы все знаем, да, здесь, заметьте, систематическая ошибочка прибора, да, здесь все время идет еще случайная погрешность из-за того, что мы его рукой тащим, ну вот и здесь можно прикинуть тогда два различных коэффициента трения, да, скольжения и коэффициента статического трения, вот смотрите, среднюю величину здесь берем, ошибочку берем, это все можно посчитать, да, там сколько ньютонов, все нам ясно, ну и прикинули коэффициенты трения статического и динамического, да, хотя бы один раз, чтобы это понимать. Значит, у нас с вами, что известно, у нас масса МЖ известна, а сила тяги, которая равная силу трения, и мы как бы рукой должны тянуть, да, со скоростью одной и той же, чтобы у нас ускорений не было, ну так в идеале не получается, поэтому видны вот все эти колебания, да, что у нас есть с вами, у нас есть сила трения, да, равна мюн, да, сначала в статическом случае, да, значит, мюстатическое, давайте напишем один разочек, да, понимая, что это вот эта самая верхняя сточка, мюстатическое на МЖ, да, а с другой стороны мы знаем силу трения, которую мы просто детектируем, и она у нас сколько? 5,6 ньютонов, то есть, да, с погрешностью, надо 0,2 систематическую ошибку отнять, значит, у нас она какая сила трения? 5,6, вот вместо силы трения подставляю, минус 0,2, пишем ньютоны, делим на МЖ, сколько у нас МЖ, да, там было 1,82, да, килограмма, значит, 18,2 ньютона, это будет у нас статическое трение и коэффициент трения скольжения, ну, естественно, надо все ошибки вот эти случайные, да, если бы мы все это с вами полностью проделывали аккуратно, да, всю случайную ошибку, там усреднение, вот эти пунктирные линии нужно было бы учесть, и коэффициент трения скольжения, сколько там у нас 4,6 с вами, да, 4,6 минус 0,2, вычли систематическую ошибку прибора и поделили на 18,2 ньютона, да, и мы видим, что у нас статическое трение 0,29, да, примерно, если я правильно помню, ну, провериться, значит, 0,29, а динамическое меньше 0,24, понимаете, да, это все про то, что нам трудно, вот как только сдвинули с места, дальше, дальше, дальше силы тяги, которую равновешивает силу трения, будет меньше, так, это реальная жизнь с трением, да, значит, дальше, да, сделали мы с вами трение, все, теперь можем переходить к законам, теперь можем переходить к законам сохранения, да, все мы с вами сделали, молодцы, значит, мы с вами, где мы с вами идем в закон о сохранении, и начинаем с определений изолированной замкнутой системы, и системы, да, материальных точек, в которых сейчас будут действовать внешние и внутренние силы, и первое пишем определение с вами изолированной системы, изолированная система, пишем изолированная система, это такая система, на которую не действуют внешние силы, изолированная система, это система, на которую внешние силы не действуют, где ее найти, и это надо поработать, но теоретически, по крайней мере, она существует, не действуют, и пишем, что, да, теперь у нас будет обозначение, вот это f с индексом x от слова external, да, external force, поэтому в учебниках принято тоже вот это и, да, английское x обозначение, мы понимаем, что это слово у нас external, да, даже в наших учебниках, потому что это потом поможет для чтения научных статей, чтобы не привыкать к другим обозначениям, и что это у нас, да, такое изолированная система, это просто, да, внешних сил не действует на такую систему, замкнутая система, а замкнутая система, в отличие от изолированной, да, это более реально, на которую равнодействующая, равнодействующая всех внешних сил, всех действующих внешних сил равна нулю, значит равнодействующая сумма всех этих внешних сил равна нулю, вот отличие замкнутой изолированной системы, мы будем замкнутую, да, в основном терминологию употреблять, и понятное дело, что замкнутая она может быть по одному направлению, да, в одном направлении у нас действия всех внешних сил скомпенсированы. И мы пишем с вами набор уравнений движений для системы, да, уже вот таких вот материальных точек, на которую действуют и внешние, и внутренние силы. То есть мы себе представляем набор и считаем их от И, да, уже видите, сумму написала, индекс не стало, нам это не принципиально, а сейчас уже будем писать индексы. Значит, вот такие точки ИЖ, их много-много-много точек, у них есть внутренние силы, которые будут обозначаться Ф и ТЖ-Т внутри, да, то, что действует со стороны точки И на точку Ж, да, и внешние силы будут большой буковкой обозначаться, и будут тоже нумероваться, потому что у нас есть точки, да, и мы на каждую точку, строго говоря, да, у нас действует и внешняя сила, и внутренняя сила. И мы с вами, мы с вами пишем то, что мы отлично знаем. Для каждой точки, для каждой точки пишем второй закон. Что у нас такое будет, да, здесь пишем индекс по каждой точке, 1, 2 и так далее до n. У нас действуют внешние силы на каждую точку, и индекс приписываем, да, значит, на первую точку первая внешняя сила, да, и я теперь около большой буквы вот в этой системе не буду писать индекс экстронал, да, вы уже его, да, поняли, что раз большая, значит, это индекс экстронал. Я уже три раза написала, можно больше пока не писать, да, сейчас будем писать, да, сейчас будем писать другие, соответственно, индексы и ЖИТ, которые нам важны. Значит, вот мы пишем сумочку, да, то есть мы должны на эту точку И просуммировать все силы внутренние со стороны всех других точек, да, и вот тут можно, да, сама на себя она не действует, тут можно суммирование спокойно, да, с двух начинать. Ну и так далее, да, пишем эти все наши уравнения дальше. Значит, на вторую точку Ф2 плюс от единицы, первая точка же на вторую уже действует, действует, да, значит, с первой точки, да, вторую исключаем, ну, так, чтобы мы понимали, что мы делаем, и все тут и Ф, и Т, ЖИТ по-прежнему перечисляем. Это я вот здесь вот такую волну, волнистую нарисую, и наше семейство точек, да, вот сюда помещу рядышком. Ну и так далее, и последнее, значит, кто у нас, да, последнее у нас Н-ное. М Н-ное, да, ускорение Н-ное, и сила внешняя Н-ное, и мы, значит, суммируем с вами плюс и равно единице, да, до Н-1, Н-1, Ф и Т, ЖИТ. Ф, это ЖИТ. Все, записали систему. Теперь, теперь, теперь давайте суммировать и смотреть, что значит у нас с вами будет, если мы левую часть просуммируем. У нас с вами цель какая? Вывести полностью и красиво, с полным пониманием законы сохранения. Ну и мы начинаем законы сохранения импульса. Значит, что у нас слева, да, вот когда мы такие системочки пишем, и мы привыкаем все это правильно делать с пониманием. Значит, слева у нас сумочка от И до Н, МИТ, АИТ, да, что мы про нее еще понимаем? Мы понимаем, что это ДПДТ, да, производная, от И единицы до Н, это же сумма, да, значит, мы спокойно снаружи ставим производную, МИТ, ВИТ, так, ничего мы не нарушили. Масса у нас по времени не дифференцируется, потому что у нас обычная наша с вами ньютоновская механика, да, и у нас масса от скорости не зависит, что, да, в общем случае в релятивистской динамике это не так. Но здесь у нас все с вами хорошо, и мы с вами здесь имеем импульсы, то есть мы с вами имеем производную от чего? От суммы всех импульсов каждой отдельной материальной точки. И, значит, мы каждый импульс будем обозначать маленькой буковкой ПИТ, да, а вместе вот эта сумма всех ПИТ, есть полный импульс вот этой системы наших материальных точек, значит, ПИ равно единице до Н, да, ПИТ, а ПИТ у нас есть МИТВИТ, каждый маленький импульс, значит, это МИТВИТ вот из нашей, да, для вот этой всей, да, системы точек, которую, о которой мы говорим. Так, это мы с вами просуммировали левую часть. Давайте смотреть, что у нас справа. А справа у нас, справа у нас, да, вот сложная часть, там вот эта сумма всех, всех-всех-всех внутренних сил. Но смотрите, да, что у нас с этими суммами получается, вот эти вот суммы по ИТ, ФИТ, ЖИТ для каждой точки, да, и, да, для каждой, для каждой точки, вот, что у нас получается, она действует на ЖИТУЮ точку, да, ИТ, здесь какая-то ЖИТА, и, если мы будем, там, это ИТ у нас, давайте, да, это ЖИТА, и ЖИТАя точка тоже будет на нее действовать, то есть у нас два, две будет силы, Ф1, 2 всегда, когда мы все сумочки справа просуммируем, и Ф2, 1, Ф2, 1, то есть вот такая пара сил, да, Ф1, 2, Ф2, 1, а в общем виде это будет ФИТЖИТАя, ФЖИТАя ИТАя, ФИТЖИТАя равно минус ФЖИТАя ИТАя, да, мы можем написать с вами в общем виде. И когда мы будем правую часть отрабатывать и складывать, да, уравнения все вместе, да, их правой части, чтобы приравнять слева-то ведь мы все сложили, значит, справа надо тоже сложить, и тогда вот эти суммы, да, просто взаимно уничтожатся алгебраически, потому что на каждую ФИТЖИТАя будет минус ФЖИТАя, минус, да, ФЖИТАя ИТАя, и все, да, значит, у нас остается по третьему закону Ньютона, да, мы применили здесь третий закон Ньютона, да, используя третий закон Ньютона, третий закон Ньютона и равенство ФИТЖИТАя внутренних сил, да, да, естественно, важнейшее дело ни в коем случае не внешних, минус ФЖИТАя ИТАя, мы переписываем нашу комбинацию, да, с ДПДТ, значит, что у нас с вами есть? ДПДТ, да, сумма всех импульсов от единицы до Н, от единицы до Н, равно, чему равно? А сумма всех сил внешних, действующих на нашу систему уже, да, потому что это внешние силы, внешние силы, external, да, не пишем индекс, чтобы не загармонождать, сейчас их придется еще дальше использовать эти большие буковки, значит, что мы получили с вами, да, мы получили, что если мы продифференцируем вот эту вот сумму импульсов, то мы получим сумму всех внешних сил, действующих на нашу систему, которая, естественно, не замкнута, да, раз у нас есть там внешние силы на нее действующие. Ну и переписываем через наше большое обозначение, через полный импульс системы, то есть большое П, которое есть сумма по всем маленьким П, это ДППДТ, у нас есть сумма всех внешних сил, действующих, да, ну давайте можно вот тут ее можно как равнодействующую, без индексов переписать вот так вот со значком external. Значит, что мы с вами получили? Мы с вами получили следующую вещь, мы получили, да, формулировку некоторую, да, даже не формулировку, а реально честное полученное из второго и третьего закона Ньютона, да, алгебраическое выражение, алгебраическое выражение, честно полученное на основе рассмотрения, да, вот системы материальных точек, в которых есть и внутренние, и внешние силы. И тогда, в случае, если сумма внешних сил равна нулю, значит, первое пишем, частный случай, частный случай, если сумма всех внешних сил равна нулю, то тогда изменение импульса системы есть ноль, а значит, сам импульс, да, значит, сам импульс постоянен, да, это частный случай фактически, да, формулировки закона сохранения импульса, да, то есть у нас есть справа равенство нулю наших внешних сил, это нам говорит, что в замкнутой системе, когда у нас сумма всех равнодействующих всех внешних сил равна нулю, импульс системы сохраняется, это частный случай и общий случай, а общий случай, общий случай, да, вы уже понимаете какой, мы его фактически общий уже написали с вами, изменение импульса системы равно сумме всех внешних сил. Если у нас n, да, это будут f и t все, либо мы заменяем просто на f external, да, чтобы не привязываться прям, да, к конечному числу точек в этой формулировке, то есть мы с вами в этих двух пунктах 1 и 2, смотрите, мы с вами огромное дело сделали, мы с вами строго вывели для замкнутой системы закон сохранения импульса, а для до общего случая, когда сумма всех внешних сил не равна нулю, мы получили явно, и мы точно понимаем, как пошагово получили изменение, как у нас меняется импульс системы, да, и использовали мы с вами второй и третий законы Ньютона, да, то есть важнейшее проделали, проделали работу и знаем это строго, сделали, получили закон сохранения изменения импульса, значит, у нас замкнут, да, пишем замечания, да, мы их записываем, это важно, замкнутость может быть, и закон может действовать по одному направлению, первое, значит, у нас может быть система замкнута в одном направлении, замкнута в одном направлении, направлении, это первое замечание, и второе замечание, которое мы проговаривали, еще раз говорим, для быстро протекающих процессов, для быстро протекающих процессов, изменения, да, происходят в течение очень короткого времени, ну и, да, что у нас может быть, например, можно им пренебречь, да, столько это мало это будет время, что изменением импульса можно пренебречь, значит, второе замечание касается быстро протекающих процессов, потому что у нас вот это там ДТ есть, быстро протекающие процессы, то есть надо сравнивать и в ДТ, да, например, если у нас там будет ДТ, одна фемтосекунда, например, 10 минус 15 секунд, да, механические воздействия, да, с трудом, да, происходит в такое время, ну и у нас можно считать, что у нас изменение импульса, если у нас все внешние силы умножить на вот это ДТ, и это ДТ стремится к нулю, и произведение вот это мало, тоже можно считать тогда, что импульс у нас будет сохраняться вдоль одного направления или в целом, да, то есть для быстро протекающих процессов нам важна вот эта формулировка второго, да, закона фактически, да, для всех этих точек, да, материальных, которые образуют нашу систему с учетом малого изменения времени Т. Дальше у нас с вами идет теорема о движении центра масс. Давайте так, теорема о движении центра масс на основе подхода с этой вот системой нашей материальных точек. Теорема о движении центра масс. И опять, да, она уже уехала, а у себя смотрим в тетрадочке, вот на эту систему, да, нашу. И что мы, как мы ее с вами переписали? Мы ее с вами переписали через набор внешних сил, то есть ДПДТ сумма у нас была по всем скоростям И равно единице до Н, МИТВИТ, И равно это было сумме внешних сил. Как только мы пишем ИТ, значит на каждую точку у нас действует своя внешняя сила. Теперь вспоминаем, что у нас такое скорость, да, скорость мы можем через производную каждого радиуса вектора индивидуального, да, для каждой точки у нас есть радиус вектор, нам для этого нужно ввести некоторое начало отчета и от него ко всем этим точкам, которые в нашей системе, провести радиус вектор, да, вспоминаем нашу вот эту картиночку ИТЫ и ЖИТЫ, ставим здесь начало отчета и проводим радиус векторы. Вот они все, да, здесь мы что-то выбираем, да, сами выбираем это начало, от которого все ИР-1, ИР-2, ИР-ИТЫ, ИР-ЖИТЫ с вами проводим. Давайте посмотрим, ИР-1, ИР-ИТЫ у нас тут с вами, ИР-ИТЫ, ИР-ЖИТЫ и так далее. Это радиус векторы материальных точек. И тогда, если мы заменим ВИТЭ через ДР-ИТЭ по ДТЭ, ДР-ИТЭ по ДТЭ, да, тогда все вот это наше выражение ДПО ДТЭ от МИТЭ ВИТЭ мы можем заменить через вторую производную по радиус вектору. Д2 по ДТЭ в квадрате. Опять же повторяю, что поскольку масса у нас от времени не зависит, то мы массу спокойно сюда пишем по каждой точке, это константа, МИТЭ, а здесь пишем ИР-ИТЭ, и по-прежнему правая часть у нас сумма внешних сил, равно сумма внешних сил. Делали. Дальше вводим обозначение с вами, нам же к центру масс надо подбираться, да, значит нужно обозначить в целом массу системы, просто аддитивно, масса у нас аддитивна, мы ее свойства помним, и используя не просто так, а используя наше знание об аддитивности массы, мы пишем следующее, что массу, да, вот такую, М большое, всех тел системы, всех материальных точек, мы обозначим через сумму наших отдельных масс, и тогда, и тогда сделаем следующее с вами преобразование. Обозначим координатой радиус, да, вот такой, центра масс, вот такую комбинацию, нашу сумочку МИТЭ, РИТЭ, вон она, известно у нас, как задействована, и откуда взялась, от единицы на Н, и разделим, да, у нас же размерность с вами метры, или размерности длины, и разделим на нашу сумму всех масс, вот она наша сумма, М большая, это сумма всех МИТЭ. Ну и все, и тогда переписываем вот эту вторую производную, вторую производную, да, с правой частью в следующем виде, да, очень комфортно, значит, пишем единицу на М, да, как выносим эту М, пишем МИТЭ, РИТЭ, МИТЭ, и МИТЭ нам не нужно, да, уже мы с вами что можем сразу написать, вторую производную, ДПДТ квадрат, да, что у нас есть? А нужно ли нам это? Не, нам это уже не нужно, у нас просто будет центр масс, да, мы его два раза дифференцируем, и массу всей системы, вот и все, а единица на М у нас сидит уже вот в этом определении, поэтому у нас и с размерностью все хорошо, и с привычной формой, да, произведение ускорения на массу. Ну и справа получаем сумму всех внешних сил, и мы уже знаем, что это есть у нас внешняя сила external. Значит, мы с вами, пользуясь, опять же, вторым и третьим законом Ньютона, и нашим выводом закона сохранения импульса, мы получили аналитически и явно, это будет у нас просто внешняя сила, вот так мы ее обозначили, мы получили закон движения, да, для одной особенной, да, точки системы, которая тоже вам раньше хорошо знакома была, но теперь мы сделали это все строго, да, строго в рамках ньютоновской механики, естественно, а не в целом, и получили с вами закон, да, да, закон для движения центра масс, то есть центр масс системы, как у нас движется, да, и прямо сюда смотрим на это выражение, он движется так, как двигалась бы точка, какая точка, масса которой равна сумме масс всех материальных точек системы, да, мы пишем, я говорю, а вы пишете, а вектор, радиус-вектор, да, протянут, да, в центр масс, да, то есть в точку, которая у нас имеет отдельное специальное определение, да, то есть мы ее определили сначала, как оно, где у нас расположен этот центр масс, да, а потом написали для него закон движения, и видим, что если у нас сумма всех внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то тогда центр масс системы будет двигаться прямолинейно и равномерно или покоится, да, то есть если у нас, да, продолжаем после теоремы от центра масс, дальше продолжаем записывать, что если у нас равнодействующая всех внешних сил равна нулю, то центр масс системы будет двигаться равномерно и прямолинейно или покоится. Ну и таким образом мы написали и показали теорему о движении центра масс. Ну и сейчас перед демонстрациями Ирины Валентиновны маленькую одну картинку, сейчас где у нас она, маленькую-маленькую, но это все, это все легко считается, это вы все сделаете, а вот оно на самом деле, да, ну просто в любой комбинации, в любой комбинации, значит, тяжелой и маленькой частицы, ну вот видно, да, маленькая быстро движется, большая стоит на месте, крестик центра масс. Да, любую меняем, меняем до Солнца, до Земля у нас, вот Солнце медленно, Земля быстро, ну и опять у них стоит центр масс. Ну а вот гантелька, чтобы, да, это. С помощью этого прибора-фигометра можно определить основные закономерности сил сухого трения. Перед вами дурцов, которые имеют гладкие поверхности и шероховатые. Значит, с помощью этого прибора мы можем показать, что коэффициент силы трения скольжения не зависит от площади поверхности. Кладем брусок на большую плоскость и начинаем поднимать поверхность. отмечаем этот угол, при котором у нас брусок начал скатываться. отлично, это очень-очень важно, потому что вас никто не видел в столбе, как у нас брусок. Поверхность очень классная. Теперь кладем брусок меньше поверхности, то есть площадь меньше, и опять начинаем поднимать прибор. Коэффициент трения скольжения не зависит от массы. Я сейчас кладу брусок и на него кладу брусок, и начинаем изымать. Ребята, еще обратите внимание на то, что перед каждым моментом, когда я помню, кладу брусок я потираю поверхность. Почему? Потому что коэффициент трения скольжения зависит от качества поверхности. Вот здесь у меня есть шероховатая поверхность, и я ее кладу брусок и поднимаю плоскость. Вы видите, что угол наклона намного увеличился. С помощью этого прибора можно показать, что сила трения скольжения может перейти в другую силу, например, в силу трения покоя. Вот я определяю угол, при котором брусок скатывается. Грусок скатывается. И на другом конце череднику подвешиваю грудь. Вы видите, что сила трения скольжения, то есть брусок не двигается. То есть сила трения скольжения перешла в силу трения покоя. Если я к другому концу подвешиваю другой грудь, у меня брусок начинает двигаться с другой стороны. Значит, сила трения скольжения поменяла знак. Ну и прибор, с помощью которого можно определить зону заспоя и явление заспоя. Это вот такой груз-килиндер, который находится на движущальной поверхности в виде рамки. И заканчивается с обеих сторон вот такими вот двумя пружинками. Если я отклоняю грузок в положение равновесия, я отпускаю. Он отодвигается, но не возвращается в первоначальное положение. Вот это и есть явление заспоя. И область, в которой происходит это явление, называется зоной заспоя. Перед вами тележка, на которой закреплен майк. Значит, с помощью этой демонстрации можно показать, что невозможно движение центра масс по действиям только внутренних сил. У меня края тележки отмечены белыми волосами. И заставляю одновременно двигаться и тережку и майкер поливать. Только пальчики у нас. Последний. То есть, края тележки все равно устанавливаются вот в этом же пределе, в котором отмечена мелость белой чертой. Другой пример. Центр масс движется по прямой линии, независимо от того, как распределем. Вот здесь у нас есть дощечка и вот здесь есть белая точка. Белая точка, которая определяет центр вот этого моего грузка. На столе у нас белая линия. Если ударить по центру, белая точка двигается в площадь по второму линию. То есть, центр масс движется по прямой линии. То есть, центр масс движется по прямой линии. Потому что удар есть просто начальная скорость. И у нас центр масс сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. У нас ДТ короткое. И этот удар считается просто начальными условиями. И скоростью, которую потом эта дощечка сохраняет, в смысле ее центр масс. В нашей части мы поможем в предыдущем положение положительных сетей. Вот перед вами качество заморка, поддон, в центре которой запрещен стулка. Через которую подается вода, подручки, насаживаются именно на ресурсы. У него есть боковые нарисовки отручки, которые запрещены соколами. Реактивную силу начнем утром в следующий понедельник. А сейчас вид сверху, до вот этой штуки, значит, обратили внимание, что шланги загнутые. Вода вылетает, сверху на нее смотрим. Вода вылетает сюда, а скорость ее направлена сюда. Сверху смотрим по касательной. Вот сюда вода, скорость воды. А туда вверх скорость вращения вот этих вот, вот этих замечательных лопастей. Поливалкиных. А у ракеты тоже. Центр масс будет сейчас сохранять, как у доски, начальную скорость. И увеличиваться за счет, за счет часа, если получится, чтобы не сглазить. И послушаем, как биоактивные силы, вот эти биоактивные силы, возможно, по-настоящему. Закачка велосипедный насос, да? Она у нас ускоряться, конечно, должна. Ни в коем случае не сохранять. Что с ней? Не полетела, да? Сейчас я попробую еще раз. Терпим, терпим, вдруг она сейчас вдруг полетит. Если сегодня в следующий понедельник полетит. И сегодня в следующий, да. Обязательно. Поэтому терпим. Терпим и пишем уравнение движения. Да. Значит, смотрите, да, пока, как мы должны P-конечное минус P-начальное написать. В том случае, когда у нас что-то отделяется и вылетает. P-конечное минус P-начальное. Для ракеты давайте потихонечку расписывать. Значит, у ракеты у нас есть начальная масса. Ее со всеми, со всеми ступенями топлива, либо с нашей водой. Масса. Да, начальная и текущая, да, скажем так. Начальная и нулевая, M-текущая. DM это будет то, что за время DT все время от ракеты отделяется. За время DT. За время DT. Дальше что у нас еще есть? А дальше у нас, да, я сейчас запишу, чтобы вы думали, да, до понедельника. Может, кто уже сам напишет уравнение Мещерского. У нас есть. Ура! Видите? Ура, 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 ура. Тут вам теперь у нас тоже действительно очень горячая. Ура, ура! 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 Всем пока! Лесные, они тоже! Що ж mare, я так решила! Ура! Вот так, кто направленныйaledalan, texts vestивы. Ура! Продолжение следует...